Семьи Натальи Чифоновой, погибшие во время ЧП на ТЭЦ в Петропавловске, окажут материальную поддержку. Руководство Севкас Энерго заверили, что помимо финансовой компенсации помогут улучшить жилищные условия и оплатят обучение ее ребенка. Сейчас с родственниками погибшей работают психологи. Напомню, 20 марта на ТЭЦ-2 обрушилась часть одной из трех дымовых труб. Под завалами нашли тело 38-летней женщины. Она работала машинистом охотчиком оборудования котельного цеха. Ее искали более суток. Разбор завала был осложнен наличием свисающих, деформированных железобетонных плит перекрытия и опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Кроме того, не было возможности использовать тяжелую технику, и работы проводились вручную. На помощь пришли коллеги из столицы. Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Тем временем в Петропавловске продолжается работа по восстановлению стопроцентного теплоснабжения. На ТЭЦ-2 запустили пятый котл-агрегат. Об этом сообщили в областном Акимате. Сейчас подача энергоснабжения осуществляется почти в штатном режиме. Напомню, ЧП привело к отключению тепла в жилых домах и служебных помещениях. Позже стало известно, что директора и главного инженера ТЭЦ-2 взяли под стражу. Они выдворены в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по статье «Недобросовестное отношение к обязанностям». Точная причина аварии будет установлена после заключения госкомиссии. Другим темам. Непогода продолжает бушевать в Казахстане. Из-за метели и плохой видимости ряд дорог республиканского значения остаются закрытыми. К этому часу ограничено движение на участках трасс Восточно-Казахстанской области, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской. При этом из столицы сейчас дороги открыты во всех направлениях. Однако в Казахтожол просят автолюбители воздержаться от дальних поездок. А при возникновении внештатных ситуаций рекомендуют обращаться в колл-центр по номеру 1403. Отмечу сегодня и завтра. На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В северных и восточных регионах ожидается снег. На востоке, севере и в центре страны ночью минус 18. В Алматы 23 марта ожидаются сильные осадки. На востоке Казахстана еще не начался сезон дорожно-строительных работ, а подрядчики уже жалуются на нехватку кадров. В регионе продолжается масштабная реконструкция сразу двух дорог республиканского и даже международного значения. Речь идет о трассах Омск-Майкопчага и Алматы-Усть-Каменогорск. Сейчас строители обязаны ускориться. Но хватит ли им рабочих рук и как можно решить проблему, узнавала Анелия Сенбердина. Март на востоке страны в этом году выдался снежный. Но подготовка к началу сезону идет вовсю. Подрядчики заготавливают щебень, приводят в порядок технику. Задача строителей на участке Колбатома и Копчагай – вовремя начать работы. Тем более, что этот сезон решающий. Они сильно отстают от графика по ряду объективных причин. И продлят ли контракт подрядчикам – зависит от успехов этого года. Но сложности создает девицит кадров. Мурат Пек Тимирбаев всю зиму на объекте. Он инженер службы технадзора. Делиться другим его коллегам сложнее. Многих отправляют в отпуска без содержания, пока работы не начаты. А это тоже чревато потерей трудовых ресурсов. Конечно, могут уйти. Где деньги есть, где зарплату плачут, люди туда стараются уходить. Поэтому надо здесь удержать над специалистов. У нас особенно инженеры по ИСО. Это по мостам, по трубам. Таких специалистов очень тяжело найти. И дефицит может еще и усугубиться. Ведь многим действующим специалистам скоро будет пора на пенсию. У нас сейчас есть, например, выпускники университетов. Есть пожилые люди, которые предпенсионного возраста больше 50 лет. А именно середнячка, от 35 до 45, такого персонала нет. И проблема-то актуальна для всей отрасли. Более того, оказалось, что даже в акиматах требуются инженеры. Сейчас мы проводим ведомственную экспертизу. Это тоже ощущается именно при разработке документации, первичной документации. Это тоже ощущается, что нет инженеров, специалистов. Просто те же районные ЖКХ, у них специалисты нет. И просто люди занимаются именно те, кто давно занимался. Но и они не знают всех нюансов. В итоге встречаются ошибки в технической документации. Решать проблему нужно комплексно. Уверены в Национальном центре качества дорожных активов. Чтобы привлекать кадры еще со школьной скамьи, организация стала инициатором проекта «2000 школ». Идет массовая профориентационная работа. Кроме того, запущена и платная практика для студентов, чтобы еще во время учебы они почувствовали на вкус свою будущую профессию и получали за это деньги. Анна Лисенбертон, Григорий Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. О событиях в мире. В Германии сотрудники наземной службы аэропортов массово не вышли на работу. Из-за забастовки, которая продлится сутки, по всей стране отменены сотни рейсов. По предварительной информации на график полетов в Казахстан это не повлияет. Отмечу, масштабная стачка затронула 9 немецких воздушных гаваней, среди которых крупнейшие во Франкпурте на Майне, Кельне и Гамбурге. В столице тоже задержки рейсов. В Берлине отказались выполнять свои обязанности более 200 сотрудников. В итоге администрация аэропорта объявила, что отменяет две трети рейсов. Из 160 запланированных вылетят только 50. Бастующие требуют увеличения заработной платы для 25 тысяч сотрудников. Если работодатель не согласится, то профсоюз намерен снова организовать забастовку и, возможно, более длительную. Наши главные требования — повысить оплату сотрудникам аэропортов, независимо от того, работают они на Западе или на Востоке Германии. Условия должны быть одинаковыми. Сейчас мы получаем от 13 до 19 евро в час. Но мы считаем, что оплату должны поднять на 1 евро в час. Мы надеемся, что работодатель пойдет на переговоры и согласится на наши условия. Если же нет, то мы не исключаем проведение новых забастовок. Тем временем в Китае на месте крушения Боинга 737 продолжаются поисково-спасательные работы. Ассошейтед Пресс распространила кадры, на которых видны личные вещи, документы пассажиров, а также обломки суда. Сообщается, что выживших к этому часу найти не удалось. Родственников и близких пропавших разместили в отелях. Там они будут находиться до завершения поисковых работ. Напомню, самолет авиакомпании China Eastern Airlines разбился на юге Китая. Всего на борту находились 132 человека. Сразу после катастрофы авиакомпания приостановила полеты всех имеющихся в парке Боинг 737-800. В США мощный торнадо пронесся над Северным Техасом, разрушив десятки домов. В результате удара стихии пострадали четверо человек. По информации местных изданий, ураган повредил также здание местной школы, разрушив несколько стен и крышу спортивного зала. Пострадали и другие объекты. Сумму ущерба еще предстоит подсчитать. Мы спустились в наше убежище, а затем услышали, как трясутся стены. Но мы не думали, что будут какие-то разрушения. Нам позвонила одна из моих учительниц и сообщила, что крыши в нашем спортзале уже нет. Вместо нее большая дыра. По меньшей мере пятеро человек погибли в результате мощного наводнения в штате Рио-де-Жанейро. Спасатели продолжают поиски еще четырех местных жителей. Людей разыскивают при помощи дронов и служебных собак. Прочесывают больше 60 опасных участков. К поискам присоединились также родственники, пропавшие без вести и волонтеры. И вновь о событиях в нашей стране. Столица Наурас-Мейрама отметили, можно сказать, в экстремальных погодных условиях. Но метель и порывистый ветер не остановили астанчан. Жители и гости города пришли на площадь Хазах-Еле, чтобы насладиться концертом казахстанских артистов и окунуться в атмосферу праздника. Там развернут импровизированный мини-аул из восьми юрт. Каждая из юрт посвящена историческим личностям нашей страны. Это Кенесара Касамула, Ахмед Байтар Сунула, Мухтара Уэзов и другие. По традиции, в честь Науры заорганизованы спортивные состязания. Сильнейших искали в армрестлинге, асагату, приседания с Грузом и Казахша Акрес. Не было в этом году богатых тастарханов в юртах, их заменили выставкой. Стоит отметить, что на протяжении двух прошлых лет из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в стране были отменены или проводились только в онлайн формате. Сегодняшний Науры с допандемийным не сравнить, размах гораздо меньше, но все же настроение у казахстанцев весеннее и праздничное. Несмотря на сегодняшнюю погоду, хоть снег, хоть мороз, люди все равно пришли сюда, чтобы поделиться своими искренними пожеланиями и эмоциями. Мирного неба всем нам над головой. Пусть мы, дети, мои сверстники не знают, что такое война. Всех с праздником Наурыз. Пусть в ваших домах будет счастье, благополучие и любовь. Холодная погода не помешала встретить Наурыз и жителям Павлодара. Впервые после двух лет пандемии праздник там, как и в других регионах страны, отмечают широко и весело. Всего там установили около 200 юрт, а основные гуляния развернулись возле Дворца культуры имени Естаев. Как и прежде, традиционные гуляния разделились на тематические зоны. В одних следят за национальными видами спорта, а в других раздают ваурсаки. Ну и куда же без концерта? Наши люди отмечают Наурыз, не обращая внимания на холода. Тем более, когда вокруг такая красота. Праздник буквально в каждом доме. Поздравляю всех с приходом весны. Пусть с вами происходит только добро. Все больше представителей других этносов изучают казахский язык, соблюдают традиции и обычаи казахского народа в Акмолинской области. Нередкость в регионе и межэтнические браки. Почему многие девушки других национальностей хотят стать казахской келлен, узнала Аслана Буталипов. Сегодня мы будем с тобой готовить бешпарма. Для Ирины Нуркиевой, ставшей невесткой казахской семьи, еще 10 лет назад готовить бешпарма к печь ваурсаки – дело обыденное. Украинка по национальности стала казашкой в душе. Наурыз Мирама – один из знаменательных праздников в их семье. Мы празднуем национальные праздники. Это и наурыз празднуем. Курбанайт празднуем. На Курбанайт мы обязательно, мы уже кананы, баурсаки, раздаем детям садака. То есть все традиции, все обычаи, которые необходимы, мы все соблюдаем. Наурыз мы отмечаем. Это, конечно, конактар, дастархан. Наурыз Кожье буквально год назад я опять-таки представляла, доказывала, что я достойна быть келлинкой. Участвовала у нас в сельском конкурсе «Келлин». Поначалу были сомнения по поводу другой культуры и менталитета, вспоминает Ирина. Но переступив порог дома Нуркиевых, она позабыла обо всех переживаниях. Сегодня она любимая жена, счастливая мама троих детей, а также учитель в местной школе. Попасть в казахскую семью – это, наверное, ну, счастье. Это почувствовать, что такое большая семья. Тем более, когда в семье единственная, и быть в такой большой семье – это очень-очень хорошо. Всегда мы рады гостям, мы рады дарить, мы любим дарить подарки. То и бастар, и все это у нас шашу, да, это тоже неотъемлемая часть праздника. Это все у нас соблюдается, все почитается и стараемся выполнять. Будущей казахской келлин в шутку называют Милану Тарасову. Она в совершенстве владеет казахским языком. Несмотря на свой юный возраст, сейчас она преподает в кабинете изучения государственного языка. В дальнейшем планирует стать учителем казахского. Еще в школьные годы в играх, на уроках я обучала своих сверстников и других детей казахскому языку. Разговаривала на нем, рассказывала казахские национальные обычаи. К примеру, мне очень нравится наурыз. В этот день в нашем ауле обычно устанавливают юрты, готовят кузе, устраивают конные скачки байге, казахша-курес. Для меня это Новый год, настоящее начало года. Во областной ассамблее народа Казахстана отмечают, что сегодня в регионе очень много семей других национальностей, которые придерживаются казахских традиций и обычаев, распространяют их. В районах есть много немцев, поляков, чеченцев, которые знают язык, отмечают казахские праздники, активно участвуют в общественной жизни. В эти праздничные дни представители всех этносов в районах области вместе празднуют наурыз мирома, дарят друг другу подарки, говорят добрые пожелания. Именно это, отмечают они, укрепляет согласие, единство и дружбу. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар-24. И к этому часу у нас все. Всего доброго и еще раз с праздником.